Сегодня на конечной 95 маршрутке не до отдыха. Водители протирают свои железные колесницы от грязи, готовят огнетушители, прикладывают под руку аптечку. В отдельных файликах у них лежат документы как на перевозку, так и личные. Именно такой набор и спрашивает сотрудник госавтоинспекции. Сегодня по городу и области на конечных остановках проходит профилактическая операция автобус. Сотрудники госавтоинспекции очень большое внимание уделяют общественному транспорту, так как, конечно же, именно в нем перевозится наибольшее количество людей и безопасность людей превыше всего. На этой неделе в ходе операции автобус регулярно на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, где выявляются нарушения. Нарушений, правда, немного, но уже парочку административных материалов автоинспекторы составили, а все потому, что проверяют основательно. Огнетушитель, аптечка, знак аварийный, остановка. Если аптечка и огнетушитель есть, но они просрочены, то считается, что они отсутствуют, поэтому все внимание на сроке. Проверяют и водителя удостоверения, необходимые документы, наличие техосмотра. А после – работу приборов в автобусе или маршрутке. Например, кнопка аварийного выхода должна при нажатии открывать двери. На этот раз не получилось. Теперь заполняют новый административный материал. Водитель утверждает, мол, еще с утра кнопка работала. Перед выездом все машины осматривают. Я сломался, она вот сейчас работала, сломалась, сейчас поэт чинить. Проблем нет вообще, все у нас отлично проверяют, все ремонтируют. Водитель экипажа уезжает чинить кнопку, а экипаж ГИБДД меняет место дислокации. С начала года уже выявлено более 450 нарушений ПДД со стороны водителей автобусов. Четыре транспортных средства и вовсе отправлены на штрафстоянку. До начала операции автобус уже было составлено 40 административных материалов на должностных лиц, отвечающих за выпуск на линию автобусов и маршрутных такси. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...